вот у нас здесь германии на границе с голландией есть много деревьев вот таких вот ягодок моему это боярышник посмотрите какой ну очень красивая ягода и вот даже нельзя срывать он так красным ковром рассыпается под деревьями и вот мы катаясь на велосипеде собираем всегда эти ягодки и потом мы их рисуем смотрите сегодня хочется вам рассказать о том как надо заканчивать картины эта картина написана почти год назад в галерее наталии болдырев в париже как сказать при скоплении множество французов которые наблюдали как мы орудуем носком и лезвием и она конечно не закончена потому что ну сколько мы и уделили внимание я думаю часа два с половиной а мы ее писали тоже с собой взяли эти ягоды боярышника и вот на таком подносе с синей каемкой и такой артефакт вот здесь вот есть старинная такая вот как сказать записочка мы написали этот натюрморт опять же а-ля прима очень быстро то есть только протирка и прошкряпка сегодня мы вам покажем как спустя почти год можно опять с ней найти общий язык и дописать ее до состояния очень красивой и дорогой картины и дописывание дописывание это определенное состояние человека художника когда он помимо реалистической формы еще хочет слой масляной краски насытить каким-то тонким пониманием чудес которые происходят вокруг него и вот это дописывание должно происходить в состоянии очень сильного взаимодействия со своим духом то есть в тишине спокойствие под тихую музыку так вот она перед нами эта картина 60 на 80 возьмем немножко святой воды со святой землей из Иерусалима я вам уже рассказывала надо чтобы вам привезли немножко святой земли и вот так в святой водичке расплавили эту землицу и вот так смазали работу для того чтобы убрать с нее лишнюю информацию которая возможно вам будет мешать но вам надо прийти в состояние воспоминания о том как вы писали эту работу у нас есть записано на камеру как мы писали эту работу посреди Парижа вот для Лувра там в галерея конечно замечательно и мы как говорится с французами познакомились хорошо потому что им очень интересно все что касается живописи тем более такой интересной техникой так вот я ее поставила и обратите внимание пожалуйста на время суток когда я дописываю эту работу сейчас четыре часа вечера солнца нету полумрак но это и можно ну что сначала гуалечки давайте падает падает волнуется так конечно же очень важно перед нами поставить артефакт вот он поставим его где-то здесь надо поставить прямо перед носом эх где же взять такой столик ну ладно отсюда поставить входим в состояние которое напоминает нам то время и внимательно смотрим на работу вот так можно пока очки снять темновато конечно но как раз нам это и нужно это и мундель как Cat и в ковальчике давайте хобальд фиолетовый лак Марс Голландский принцип Возьмем здесь С этой стороны сделаем Прямо вот для тарелки Чуть-чуть темнее Потеплее надо Работу сделать Она, как вам сказать Слишком большой контраст Между холодным и горячим Боярышником Поэтому фиолетовый марс Баклажановая гамма И заодно Подправим его от тарелочки Который задрался Немножко вверх А мы всегда можем подправлять Все, что мы где-то Ошиблись Посмотрите Сильно задралась она Вверх эта тарелочка Относительно линии горизонта Поэтому где-то на 2 мм Чуть-чуть ниже Пятое действие Техники Блейден Сокс Арт Технологи Скинлосит Работаем опять акварелью Что такое акварель в масляной живописи? Это лак и две краски Бенделин Так Свет шел слева Прижали немножечко тарелочку Так Шел слева Значит мы можем усилить Да-да Вот теперь да Теперь мы можем усилить Падающие тени Значит Свет шел слева и сверху Поэтому Под вот этой записочкой Я там рассказываю Что это за записочка Это очень старинный документ Семейства Аля Прово Которые Что-то этим документом Фиксировали Какую-то сделку В общем-то Я уже не помню Что это за документ Но очень старинная бумажка Такая Нам предоставила Леночка С Стефаном Эту бумажку Для того Чтобы Вот эти все предметы Ушли В 18 век Допустим Нам интересно Чтобы предметы Были старинные Вот эти фраже Это тоже Из Натюрмортного фонда Лены и Стефана Ля Прово Которые им оставили Дедушки Папы Мамы Тетушки Дядюшки Вот они все эти Предметики И они Как вам сказать Продолжают традиции Этого рода И мы очень дружим С этой семьей Они нам уже как родные стали Они нас принимают Они нас Кормят Очень вкусно Стефан является Поваром Высококлассным Ну а Леночка Наша подруга И она наша студентка И она уже Стала В этом году Профессиональным Художником Потому что она Выставлялась Вместе с нами В престижном Форуме В художественном Арт-форуме Карусель Делюр И Конечно Там она Выставила Свои Прекрасные Абрикосы Вы все знаете Что Лена У нас Умеет делать Материализацию Предметов И кстати Леночка Тоже пишет Вот эту тарелку С этими Боярышниками И мы обязательно Покажем вам Чем Увенчалась Ее картина С Боярышником Обязательно Я знаю Эту работу У Лены Она ее Немножко Подправит Закончит И Мы обязательно Вам покажем В этом проекте Как Лена Работа Как бы Тоже имеет Право на жизнь И Еще и На восхищение Так Ну смотрите Разъезжаются Да Они разъезжаются Нож И вилка Поэтому Спокойненько Берем И ножик Направляем В правильном Направлении Уменьшая Его Лезвие Никто не будет Проверять Какой ширины Было лезвие У этого ножа Но падающую тень От ножа Надо сделать Тоже Вон она Это все Мы делаем Кобальт Фиолетовый Марс Так Ручечку Тоже Можно Чуть-чуть Подвинуть Чтобы в правильном Направлении Было Перспективное Удаление Предметов Так Видите Здесь еще Под тарелочкой Пару Мазочков Вуалечкой Карнизной Тени Смотрите Запомните Раз и Навсегда Что Вуалькой Нельзя Возиться Как вам сказать Несколько раз По одному месту Иначе Вот это как акварель Помните Работа акварелью Чем меньше Вы Мучаете Акварельный Слой Тем Прекраснее Лужица Акварельная Да Нам тоже Надо Соблюдать Лужицу Такую Чистую Да Из двух Цветов Давайте Усилим Немножко У ложечки Посмотрим Насколько Ложечка Да Еще Надо Еще Чуть-чуть Давайте Ножечек Вот эти потеки Конечно Красивые Их надо Оставить Чтобы они были И вот такая вот Среди Вот этих Горсти Этих Боярышников Надо Оставить Вот эту Дерганую Неправильность Вот это Импрессион Нам не надо Засушивать Объемно Каждый Каждый Ну Каждую Ягодку Не надо Вот пусть она Вот такая будет Вот здесь вот Дерганая Получилась Территория Подмалевочка Пусть она Такая будет Это Знаете Территория Правильного Арта Когда Художник Опирается На Реализм Но Он Не может Работать Как фотограф Понимаете Он работает Как Ветер Как Туман Как Снег Да Как Вьюга Вы понимаете Что происходит Как только Мы Сильно Нажимаем На реализм Человеку Зрителю Становится Скучно Ну Видал он уже Этот реализм Живьем Каждый день Видит Выходя на улицу Так То Хуртовына То Хорошие слова Есть То Штормяга То Ливень То Штиль Когда Все Тихо Не Шелохнется Ни одно Дерево Так И вот А художник Когда Пишет Ситуацию Которую Он хочет Преподнести Зрителю Он Себе Говорит Я По сравнению С природой Не Вежа Не Вежа То есть Я умею Немножко Да Там Подсмотреть У природы А все остальное Ну Как сказать Я же не Господь Бог Чтобы сделать Эту ягодку Четкой Кругленькой Объемной Я вот Хочу Чуть-чуть Поучиться У природы И намекнуть На то Что я ее Ученик Но соревноваться С природой Я не буду Так Теперь Вилка А ну-ка Давайте Эту вилку Чуть Успокоим Валечка Иначе Она встала На дыбы Это серебряные Фраже Встала На дыбы А мы ее От агрессивности Избавим Люди Не любят Когда Острые Предметы Они видят Даже Циркуль В Работах Посвященных Старым Мастерам Когда Когда Есть Очень Острый Циркуль Или Ножницы Они Эти работы Пугают Людей А вот Это похоже На вилы Конечно Поэтому Надо тоже Эту вилочку Более эстетской Сделать Так Падущая Тенька Горлышко Вот так Вуалечкой Немного Так Падущая Тенька Смотрим Чтобы Хорошо Они Уходили Вдаль Эти Предметы Они Разъезжались Все Вуалечкой Можете Даже Знаете Как Мозочками Делать Эти Вуалечки Или Лужицами Объем Так Называем Складочек Впереди Драпировка Я помню Была Такая Льняная Или ХБ Твердая Да И она Такая Была Как Знаете Как Бумага Сжатая Есть Так А теперь Мы этими Вуалечками Залезем Знаете Куда В Начало Падающие Тени Давайте Для того Чтобы Они Все Таки Легли На Дно Тарелки Давайте Вот Начало Падающей Тени Вот Оно Можно Чуть Чуть Выше Эту Падающую Сделать Потому Что Посмотрите Какое У нас Открытие Идет Тарелки Почти Вид Сверху Потому Что У нас Высокий Горизонт Помните Да Здесь Кстати Можно Чуть Падающую Тень Усилить Давайте Такими Мазочечками Потому Что У нас Голландский Принцип Начал Побеждать Падающую А это Нехорошо Давайте Такими Продолжаем Этой же Красочкой Можно Увеличить Размер Падающей Тени Тарелка Тяжелая Старинная Блюда Она как Блюда Эта тарелка Так Подправляем Овальчик Если вдруг Тарелка Хочет Стать Квадратной Мы Вот так Мазочечками Подправляем И Вот еще Что хочется Потемнее Чуть-чуть Сделать Давайте Вот он Пошел Бортик Видите Здесь Этот бортик Стеночка Между Лентой Тарелкой Тарелки И Донышком Оно Светлое Мы ее Потом Еще Больше Усилим Чем Мы ее Можем Усилить Где-то Лезвийком Видите Хорошо Что мы Не вскрыли Лаком Еще Работу Можем Еще Лезвийком Поработать Чем Хорошо Лезвия Что Им Можно Работать Сейчас Поставлю Что Она Падает Что Им Можно Работать Еще Долгое Долгое Время Что Мы Еще Себе Говорим Когда Мы Заканчиваем Работу Мы Себе Говорим Что Мы Хотим Со Зрителем Вести Долгий Разговор О Красоте Долгий Есть Очень Много Действий Когда Мы Очень Мало Разговариваем Со Зрителем Это Наброски Живой Натуры Это Рисуночки Графические Но Если Мы Уже Начинаем Холст Брать Побольше Размером И Писать Живопись Маслом Мы Превращаемся Кого В Писателя Который Уже Пишет Длинные Рассказы Поэмы И Хочет Долго Чтоб Зритель Стоял И Как бы Наслаждался И получал Информацию На Большом Холсте Делать Наброски Ну Как вам Сказать Это Зрителю Только Сказать Здрасте И Сразу До До Свидания Или В Большой Книге Серьезной Топтаться На Одном Сюжете Это Тоже Как Б Не То Что Обман Зрителя Но Ожидание Вы Ожидание Зрителя Не Удовлетворите Зритель Который Идет На Масляную Живопись На Выставку Масляной Живописи Хочет Глубинно Разговаривать Я понимаю Что Сейчас Время Быстрых И Коротких Диалогов Так Но Все Так Если Вы Встречаете Человека Который Много Знает О жизни И С ним Можно Пофилософствовать Глубинно Поразмышлять Это Это Очень Круто А художники Они В основном Люди Необычные Они Очень Многое Могут Рассказать Обывателям О Тонком Мире О том Чего Не Видят Обычные Люди Недаром Короли Высокопоставленные Аристократические Особы Держали У себя При дворе Художников Как Вы думаете Зачем Ходил Римский Папа Наблюдать За Микеланджело Как Он Пишет Сикстинскую Капеллу Думаете Он ходил Как бы Для того Чтобы подогнать Его Микеланджело Чтобы он Быстрее Работал Нет Он ходил За той Информацией Которая Ему Лилась С потолка Да И он Хотел Наблюдать Что Вот этот Гениальный Художник Каким Образом Он В веках Оставит Эту Информацию В веках Можем Говорить Так Перечислим Тех Римских Римских Пап Которых Которые Были При жизни Микеланджело По-моему Девять Римских Пап Было Которые Получали Гениальную Информацию От Микеланджело Вот Видите Я немножечко Уже Залезла Лезвиком Хочется Помните Бортик Вот этот Заборчик Этот Светлый Этот Темный Так давайте Вот этот Темный Еще Чуть Чуть Вуалечкой Так Вот это Конечно Пятно Красивейшее Его нельзя Так вам Сказать Ну Рядом С ним Можно Пройтись Его Знаете Каким Надо Цветом Сделать Его Красным Надо Сделать Цветом Поэтому Выдавим Себе Кадми Красный Конечно Уже Темно Так что Просто Глаза Болят Поэтому Мы Сейчас С вами Остановимся Скоро А завтра Продолжим Так Давайте Еще Знаете Какую Вуалечку Давайте Кадмий Красный И Краплачок Розовый Давайте Ни в коем Случае Запомните Раз и Навсегда Нельзя Писать Кадмий Красный Рядом С Кадмием Оранжевым Надо Выбирать Или Вы Будете Работать Красными Цветами Или Вы Будете Работать Оранжевыми Цветами Ну Все У Вовочки Уже Камера Еле Справляются А у Меня Глаза Еле Справляются Поэтому Вот Да Да Сейчас Вуалечки Красненькие Здесь Сделаю Смотрите Вот Они И Промокну Их Вот Они Хорошо Так И Вот Смотрите Мы Еще Этими Вуалечками Смотрите Что Можем Сделать Немножко Фраже Потрогать Потому Что Серебро На себя Берет Много Отблесков И Давайте На сегодня Мы Закончим Хотя Вот Дайте Сейчас Еще Чуть Чуть Мне Кадми Красный Кроплачок Розовый Я хочу Пока Я С этой Работой Нашла Общий Язык Поставить Такие Капельки На те Места Которые Завтра Будут Боярышником Давайте Вот Здесь Будет Боярышник Ставим Можем Один Нарисовать Вот Он Да Так С Падающей Тенькой Вот Он Лежит На Ленте Так Еще Ставим Где Еще Хочется Вот Здесь Боярышник Будет Лежать Один Сейчас Вот Надо Издалека Надо Прям Очень Далеко От картины Быть Чтобы Всю Ее Видеть И Где Еще Нужно Раскидать Ягод Ягодок Да Вот Здесь Конечно Вот Боярышник Будет Кадми Красный Крапот Чук Розовый Побольше Будет Боярышник Так Расширяем Разбрасываем Здесь Будет Можно Асимметрично Разбросать Боярышник Вот здесь Есть Немножко Но Нам Надо Какой-то Ход Этих Ягод Как Если Была Группа Людей Вот Они Идут Вот Здесь Надо Обязательно Сделать Ну Уже Видите С белилком Вот Здесь Так Еще 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 Вот Здесь Обязательно Вот Здесь Будет Боярышник Один Это Завтра Мы Так Где-то Еще Вот Так Вот Так Вот Здесь Вот Здесь Все Продолжим Нашу Работу С Боярышником Вот Он Боярышник Да Давайте Мы Его Вот Здесь Поставим Рядом С собой И Даже Вот Здесь Одну Веточку И Повесим Пусть Позирует Нам Прежде Всего После Того Как Мы Сделали Вуалечки Мы Смотрим Что Нам Еще Такого Сделать Чтобы Все Горизонты Соблюдались Вот Смотрите Тарелка Стоит Чуть Чуть Больше Развернута Чем Стол Или Даже Не Стол А Вот Эта Белая Драпировка Белая Драпировка Мало Развернута Поэтому Такое Печатление Как будто Под тарелку Там Где-то Кто-то Подставил Камушек Поэтому Давайте Ка мы Нашу Тарелку Кобальт Фиолетовый Арарат Увеличим Там Палитра Видна Увеличим Давай Палитрочку Кобальт Фиолетовый Арарат Белила Увеличим Развертываемость Вот этой Драпировочки Чтобы она Все-таки Тоже Лежала На столе Давайте Вот Наметим Насколько Мы ее Можем Поднять И вот Я Просто Беру Кисточкой И поднимаю Высоту Немножко Охры Светлой Высоту Нашей Драпировочки Чтобы она Все-таки Была Соответствовала Раскрытию Горизонта Так Кисточка Уже Плоскенькая У меня Колоночек И вот Немножко Подняла Смотрю Может быть Вот так Лучше Посматриваем На всю Картину И немного Исправляем Кобальтом Так Еще Надо Немножко Немножко Знаете Чего Охра Светлая Кобальт Фиолетовый Такую В темноту Добавить И вот Смотрим И направление Тоже Драпировки Допустим Это Это Значит Чуть-чуть Надо Поднять Вот здесь И вот Отстраняемся Назад И смотрим Насколько Она Хорошо Легла А теперь Кобальт Фиолетовый Арарат И Тенька Там Тенька Еще Помните У нас На белом Всегда Тень Кобальт Фиолетовый Арарат Почти Безбелил Должна Быть Длинненькая Эта Тенька Потому что Тарелка Такая Серьезная И Глубокая Может Действительно Чуть-чуть Побольше Размер Кисти Взять Давайте Возьмем Вот эту Нашу Плоскенькую Восьмерочку И будем Ею Увеличивать Драпировочку А то Будет Знаете Как Наша Преподаватель Тамара Ивановна Которую Мы помним Каждый День Свою Мы помним Кто нам Дал знания Наша Тамара Ивановна Егорова Она Очень многих Художников В Одессе Подняла Своими знаниями Своей любовью К студентам В училище И мы ее Все время цитируем А Тамара Ивановна Говорила Уберите Пожалуйста Маленькие Кисточки А то вы будете Футбольное поле Подметать Зубной щеткой Да И Большие кисти Всегда Мягенькие Колонковые Большие кисти Не Твердые А послушные Мягенькие Которые Нажимают А потом Раз И Становятся Они на место Это только Соболь Как у нас Колоночек Так И вот смотрите Как я Выстраиваю Падающую Такими Врубелевскими Мазочками Еще Немножко Надо Прибить Сверху Это Блюдо Еще Немножко Сильно Большое Открытие Овала Валечкой Мы-то Прибили Но этого Маловато Прибил Так Запомните Все Раз и Навсегда Что Когда Мы Дописываем Работу У нас В распоряжении Всего Один Сантиметр Вот Где бы Мы Ни Рисовали У нас Только Один Сантиметр Можно Подправить Не Надо Все Прям Брать И Раскрашивать Оно Уже Все Сделано Как бы Вроде Бы Правильно Но Подправляем На красоту И на Правильность Еще Больше По Пол Сантиметра По Полтора Сантиметра Вот Так Вот Не Больше Потому что Если мы Начнем Все Перекрашивать У нас У нас У нас Будет От Чего Отталкиваться От Какой Красоты Отталкиваться У нас Здесь Несомневная Красота С вами Так Смотрите Сильно Большие Здесь Мазочки Вот Давайте Мы Прижмем У нас Лезвийка Есть Чтобы Прижать И Издалека Смотрим Чтобы Овал Был Безупречен Еще Смотрим Где Еще Надо Драпировочку Поднять Немного Вот Смотрите Здесь Подняли Вроде Как Больше Похоже Она Стала Лежать На Плоскости Стола Белую Драпировку Помните Как пишем Кобальт Фиолетовый Арарат Кобальт Фиолетовый Кобальт Зеленый И Ох Рассветлая Белила Да Вот Как Вот Здесь Впереди И Убираем Постозные Вот Такие Вот Мазки Которые Заметили Бы Люди Как Это Сделано И Сразу Потеряли Бы Интерес К Работе Нельзя Чтобы Люди Видели Как Сделано Та Или Иная Живописная Поверхность Так Падающая Тенька От Грапировочки Небольшая Кобальт Фиолетовый Марс Ну и здесь Продолжим Опять же Сильно Агрессивненько Значит Вот так Расправили Вот так Смотрим еще Что нам надо Сделать Да Все-таки Не Марс А Раврат Надо Сделать У нас Холодная Территория Стола Да Там Регулируем Лезвийком Что еще Надо Поделать Чтобы Драпировочка Хорошо Легла На стол Теперь Смотрим С этой Стороны Вот Поднять Надо Немного Сейчас Здесь Поднимаем Вытираем Кисточку Все время От предыдущей Краски И давайте Поднимем Здесь Для того Чтобы Поднять Здесь Нам Надо Хоть Немного Сделать Красоту Драпировки В самом Низу А для Этого Я Вот так Поставлю На рога И Отстранюсь Немножко И буду Работать Охра Светлая Кобальт Фиолетовый Переднюю Плоскость Драпировочки Соединение Ее Со Столом И вот Предлагаю Вам Всегда Заканчивать Работы Отдельными Мозочками Тогда Вы Точно Не будете Переписывать Пространство Картины А только будете Чуть-чуть Подправлять Направильность Сейчас мы С вами Сразу же Заодно Напишем Парочку Наших Ягодок На переднем Плане И Разовьем Дальше Всю Историю Которую Мы хотим Рассказать В этой картине Давайте подумаем Какую же Историю Все-таки Мы хотели Здесь Рассказать Если у нас Старинное Фраже Старинное Блюдо И Старинный Документ Да То Скорее всего Что это Девятнадцатый Век Так Когда Люди Очень серьезно Относились К тому Что они Кушают Да И повар Конечно же Был Самым главным Человеком В Семье Допустим В дворянской Семье Потому что Очень дорогие Вот эти Предметы Фраже Большие И скорее всего Что это Такая Вот Кухонная Территория Которая Для того Что Которая Построена Для того Чтобы Из сада Вот Из сада Дворянского Да Сразу же Фрукты Ягоды Овощи Цветы Заносились На эту территорию А потом Уже Это Как бы Преддверие Кухни Ну может быть Какой-то Такой Знаете Не подвальчик А такое место Там где холодно Да Там где могут Фрукты Ягоды Сохраняться Подольше Пока их не возьмет Повар К себе В готовку Вот И вот Это такое Состояние Когда Только Принесли Из Сада Вот эти Вот Ягоды И конечно же Они пойдут В Улучшение Какого-то Блюда Возможно Это будет Или Мясное Блюдо Так Или Десертное Блюдо Мы не знаем Что из боярышника Готовили А может Это будет Скорее всего Знаете Что Напиток Напиток Потому что В этом боярышнике Очень много Витаминов И микроэлементов И вот Раньше же Это потом Это начали Называть Самогон Да А раньше же Люди Настаивали На водке На спирту Самые Хорошие И качественные Ягоды Так И фрукты И потом Этот напиток Становился Не для Опьянения А для здоровья Будем считать Что боярышник Как раз Стопроцентное Здоровье Всех членов Семьи Ну Кроме Детей Конечно Дети Не пьют На липке И На стольке Они ждут Когда что-то Из ягод Испекут Сладенько Вот На переднем Плане Еще хочу Прожень Немного Забликовать Хорошо Что мы не Вскрыли Эту работу Лаком И Вот эти Вот потеки Их надо Сохранить Как Территорию Загадочности Да Давайте Все-таки Мне очень Понравилась Это тема Где Хранятся Ягоды Фрукты Овощи Которые Принесли С базара Или Сорвали В саду Садовник Принес И Выгрузил Сейчас Урожай Боярышника И все Уже повар Знает Что надо Делать Фирменную Хозяйскую Настойку Которая Будет согревать В холодные Зимние И осенние Вечера Хозяев Или допустим Там после охоты Приезжают Они промерзшие Им надо Согреться Или допустим После того Как они покатались На льду На коньках Они приезжают Очень замерзшие Им надо Рюмочку Такой Настойки Выпить И вот Она стоит В каком-то Специальном месте Эта настойка И она Конечно же Ее рецепт Наверное Ее рецепт Передается По наследству От Прадедушек К внукам И вот Такие потеки Это говорит о том Что возможно Там какое-то Стекло По которому Течет Уже Осенний Дождь А ягоды Сохраняют Свежесть Сорванного Кустар Такого Летнего Даже Аромата Летнего Осеннего Аромата И вот Давайте Мы сейчас С вами Еще Добавим Так Сейчас Чуть-чуть Чуть-чуть Увеличим С вашего Позволения Я увеличу Где-то На два С половиной Сантиметра Территорию Драпировочки Белой Чтобы она Не перерезала Стол Таким Тоже Мазочками Отдельными Потом Посмотрим Издалека Еще Что Можно Еще Сделать С этой Драпировочкой Так Вот Здесь Слишком Темная Тень Но Мы Ее Вот Эти Фраже Будем Еще Дописывать Тогда Когда Мы Рассыпем Под Рассыпем Ягоды Смотрите У нас Идут Вот сюда Фраже С левого Низа На правый Верх А Ягоды Надо Рассыпать В другом Направлении С левого Верха В правый Низ Возможно Ну короче Надо по другой Диагонали По какой-то Ягоды Рассыпать Давайте Возьмем Нашу Опять Четверочку И Кроплак Розовый Кадмий Красный Напишем Еще Боярышник Там где мы Помните Накидали С вами Наметили Мы имеем Право Его Больше Делать Размером Помним Да Как Боярышник Из чего Состоит Он состоит Из Такого Носика В котором Листики Такие Завязи И Из Хвостика Так Давайте Вот Носик Может Он Какой-то Чуть Чуть И Асимметричный Так Свет Слева Сверху Ну Сейчас С вами И второй Сразу Да В другом Немножко Направлении Выложим Пусть Будет Большой Видите Когда хотела Утемнить Делала Сразу Кроплак Кобальт Фиолетовый Да Кроплак Розовый Кобальт Фиолетовый Сейчас Еще Добавим С вами Карпочка Так Какой-то Он Такой Немножко Рубленный Да Этот Абрис Этой Ягодки Так Ну что Третью Третью Давайте Сразу Пусть На нас Смотрит Хорошо Вот так На нас Давайте Сразу Где Будет Дырочка Вот Этой Завязи Там Где Листики Листики Так Видите Я здесь Большие Сделала Потому что На переднем Плане Должны Быть Большие Сейчас Давайте Хобальд Фиолетовый Арарат Сразу Сделаем Дырочку Вот она Мне позирует Да Я вижу Вот она И Пока Только Дырочку У этой Ягодки Будет Здесь Дырочка Смотрите Так А у Этой Давайте Ну наверное Вот здесь Будет Дырочка Дырочки Сделали И успокоились Теперь Давайте Возьмем Лезвие В руки И попробуем Шкребнуть По свету Давайте Вот эту Первую Найдите Бличок Мы можем Конечно И кистью Писать Но сначала Надо найти Графику Этой Ягодки Мы с вами Уже Многое Время Провели Над тем Чтобы рисовать Эти ягодки Сепией Да По черной По черному Картону Помните Мы Сколько ягодок С вами Нарисовали Вы все Знаете Прекрасно Как эти Ягодки По светотени Располагаются Как шар Да Сначала Найдите Бличок Ой Не падать Сейчас Секундочку Мне придется Чуть выше Поднять Это все Все что мы рисуем Должно быть Напротив Наших глаз Поднимем Видите Я эту работу Уже подписала Там в Париже Типа Аля Прима Законченная Но она Все таки Потребовала Еще Глубинного Такого Рассказа Нам мало Поверхностного Такого Импрессиона Нам надо Глубже Зайти на территорию Рассказа Об этом Все Можем Еще сюда Немножко Залезть Там где Бликовая Территория На передних Эти такие Оставим Пусть они Такие Акварельненькие Будут Они хорошие Такое Месиво Знаете Так А вот эти Сейчас мы Их напишем Немного Шкребанули По полутону И мы На кончике Лезвия Превращаемся В поток Света Так И Вот здесь Давайте Сначала Бречок Всегда Ставим Свет Слева И сверху И потом Немножко По полутончику Вот так И конечно же Вот где Да Будет Там такая Как Впадинка У них Откуда Листики Эти Потом Мы их Нарисуем Туненькой Кисточкой Позже Чуть-чуть Ну конечно Праже Потом Захочет Чтобы мы Немного Побольше Написали Потом Вот этот Овал Тарелки Захочет Потом Синяя Полоса Захочет Обязательно Цвета Больше Дать Все За ягодками Будут Дальше Идти В более Глубинное Обсуждение Так И вот Он принес Садовник Да И они Вроде Как Рассыпались И давайте Вот у кого Еще Бличок Видите Пока мы не вскрыли Лаком Она очень хорошо Вкрябая Ну и Видите Углубленица А теперь Быстренько Допишем Давайте Сейчас Две секунды Я возьму Себе Кроплачок Розовый У меня Закончился Кобальт Фиолетовый Закончился Надо Еще Кроплак Красный Не взять И Повыдавливаю Немножко Красок Себе Кроплак Красный Это Для тени Мы Теневые Будем Когда Делать Ягодки Нам Понадобится Кроплак Красный Так Кубаль Фиолетовый Не вижу Свой Кроплачок Розовый Сейчас Найду Иногда Как спрячется Краска Так Ее И не найдешь Так Красный 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 Ну что, свет напишем. Перед тем, как написать свет, давайте падающую теньку сделаем. Падающая тенька пойдет, вот смотрите, вот от этой точечки, кубальт фиолетовый арарат, давайте навьючиваем. Падающие все идут в одном направлении. Вот так. Выложим ее на плоскость, эту ягодку, и она уже не рухнет вниз. Без белел можно падающую делать, вот от этой точечки. Равновесное должно быть не в сторону кобальта фиолетового и не в сторону арарата. Это две краски, которые друг друга и поддерживают, и зачеркивают. Все знают, что от шара идет полуовал падающий. Вот от этой точки тоже, это же направленица. Вы поняли, да, какие направленица я имею в виду? Вот они, вот они, падающие тени. Вот, допустим, у этой, да, вот сюда пойдет. Позже чуть-чуть. Так, пошли вот такими мазочками, и все тише, тише. Есть. Вот они уже лежат, да, у нас. Теперь кадми красный, кроплачок розовый, белило. Мазочки. Ой, какие хорошенькие. И вот перед нами, да? Перед нами они, посмотрите, какого цвета. Почти оранжевого. Кадми красный, кадми оранжевый. Но мы с вами запрограммировали серебро здесь. Если бы мы к этому серебру дали бы оранжевый цвет, было бы нехорошо. Оранжевый цвет, он перекрикивает всех. Помните, какие фуфаечки одевают дорожные работники, да? Оранжевого цвета. Или когда мы машину чиним, одеваем на дороге оранжевый. Почему? Потому что оранжевый цвет, апельсинка, да, он виден первой человеческому глазу. Так, и вот, смотрите, кадми красный, белило. Вот такой вот территория блика. И вот здесь можно. Вот так. И потом хотим просто маленький блечок белилком, кусочек белил. Так, вторую ягодку давайте. То есть вы поняли, да, принцип рисования натюрморта с серебряными предметами. Там оранжевого цвета. Вот как видите, здесь проявляется. Надо быть очень аккуратным. Оранжевый цвет зачеркнет красоту серебра. Нельзя позволять себе. Так, кадмик красный, белилка, ближе-ближе к свету. И вот такими мазочками врубелевскими мы пишем свет и два полутона на ягодке. Сейчас еще кое-что сделаем мы у нее. Закругляющие обязательно надо сделать. Давайте на третьей ягодке. Кадмик красный, краплачок розовый. Здесь уже, видите, по овалу такому пойдут они. Мазочки эти. Не размыливайте мазочки. Пусть они вот такие будут. Это очень красиво. Когда люди, как в платье девочки на персидском ковре, запутаться можно. Оттуда выйти невозможно у врубеля. Там сплошные одноразовые мазочки. Очень много цвета. Каждый мазочек своего цвета. Серебро. Фиолетовые розовые. И вот теперь еще белилок чуть-чуть больше. Ох, вот такой вот. Блик может быть и полосочкой длинненькой. Помните, да? Как на ягодках бывает. Теперь блечок. Вот видите, какой. Вот здесь прям. Еще один блечок. А этот блечок можно полосочкой сделать. Вот так. Будет красиво. На фраже можно обречки понавыставлять. Только немного. Следующее движение. Это охра светлая. Белила. Полутон закругляющий, пожалуйста. Хоть немножко. Два миллиметра. Патина ягодки. Это очень профессиональное и правильное действие. Не прижимаем свет к левой стороне предмета. Охра светлая белила. Вот. Там, где полутон закругляющий. Пройдемся. Вот здесь, видите? Мы сделали это. И оно красиво. Очень красиво. Вот так, поперек. Поперек немножко. Вытирайте кисточку. Не забывайте после каждого движения. И вот здесь тоже смотрите. Смотрите, чтобы охра не была слишком разбелена. Да? Чтобы средний такой был. Примеряйте охрочку всегда. И как бы запускайте ее ближе к свету немножко. Смотрите, как хорошо получается. Сразу раз и завернулась. Так. И теперь красоту давайте добавим. Тоненькая кисточка. Марс. Арарат. И возьмем ягодку в руки и посмотрим, что здесь происходит. А здесь вот, что происходит. Такие усики в засохших листиках. Завязь. Много не надо. Сильно черные тоже они не должны быть. И сильно их не растопыривайте так чуть-чуть. Усики. Можно араратик чистый. Смотрите, чтобы не были, знаете, как усатые таракашки. Надо все-таки их два или три. Изящненькие, пожалуйста. Поэтому тоненькие. Вон они, видите, как треугольнички идут. Не пытайтесь их помятые рисовать. Лучше такими острыми палочками. Асимметричными. Все. И хотите хвостик. Вон он хвостик. Давайте. Хвостик напротив кратера. Тоже старайтесь его ровнее сделать. Чистым араратом. Давайте. Вот какой у нас получился здесь. Как бы танцуют ягодки. Здесь не будет хвостика. Вот они здесь затанцевали. И нам уже предполагаемый ход событий можно разворачивать дальше. Сейчас остановимся на короткое время. Потом продолжим дальше. Знаете, куда мы только что ездили? Мы немножко всегда хотим зацепить солнце. Конец ноября. И на велосипедах ездили покататься по райну и сделать небольшие упражнения. И вот мимо этого деревца проехали, боярышника. Вот как он выглядит. Мы даже можем с вами... Смотрите. Я сорвала соцветия. Не просто ягодки, которые здесь лежат, а соцветия. И можно некоторые сделать прям соцветиями. Так, чтобы они лежали. Тогда будет, ну как сказать, не так все правильно, что одни только ягодки. Поэтому мы вот так вот листики вот эти уберем. Смотрите. А можем мы действительно и пару листиков оставить. Это кидаем рядом с собой, чтобы смотреть на них в разных направлениях. И дальше начинаем работать. Можем вот такие сделать. Где-то вот здесь бросить, да? Или вот здесь бросить. Посмотрим, где у нас будет. Вот здесь, я думаю, лучше будет. Композиционный центр вот здесь сделать. Ну давайте. Кто у нас? У нас идет с вами... Давайте краплак схватим. И сделаем темненькие тени. Так. Еще накидаем. Сейчас я вот прямо вот здесь зацеплю себе. О! И буду прям как с натуры рисовать. Так. Тенечка, тенечка. Краторчик. И давайте еще. Вот знаете, как хочется, чтобы они двигались. Может, вот так, да? Вот так. Давайте. Вот так. Давайте. Вот так. Ну и все. И рисуем их. Смотрите, они должны быть побольше, чем вот эти, да? Давайте. Вот он пошел. Вот такой большой. И даже может перекрыть немножко предыдущий. Так. И у хвостика, у них, у хвостика есть вот такая вот, как пирамидка маленькая. Давайте будем делать. Пирамидка. Этого пустим в эту сторону. О, так. А этого пустим, смотрите, куда. Чуть вниз мордочкой пусть смотрит, да? О! Лезвие в руке. Нет, давайте, знаете, сначала обозначим примерно, где у них свет будет. Вот он, свет, да? Обозначим себе. Вот он, свет. И вот он, свет. А смотрите, у нас же там еще какой-то лежит. Вот этот. Мне кажется, что... Ну, хорошо, пусть. Давайте. Пусть он будет маленький. И пусть он вот там лежит. Как типа... Нависает немножко над плоскостью донышка тарелки. Тарелки. Так. И... Потом мы у них нарисуем веточку эту. Веточку. Откуда же все идет. Но сначала давайте вот кого. Возьмите лезвий-ка. И... Блячок. И движение полутончика в разные стороны. Ох. Так. Здесь тоже давайте вот блячочек. Здесь, смотрите, как он пойдет, этот блячок, по такой запятушке. Обязательно надо выезжать на природу в течение рисования. Вот порисовали пару часиков. Позвоночник устал. Надо поехать где-то. У кого что есть. Лес, речка, озеро, горные просторы. Поехать развеяться немножко. Велосипеды должны быть вашим другом обязательно. Ну, зимой может быть лыжи. Не знаю. Но я просто сужу по нам, что мы выросли с Вовой на юге Украины. И у нас велосипеды были очень крутым средством передвижения в детстве. Мы поэтому и сейчас любим велосипеды и вот путешествуем вдоль райна, вдоль озер на велосипедах. И получаем удовольствие от соединения с природой. Так. Такая вилочка, которая поддевается, допустим, поддевается то, что варится, допустим, и потом фрукты вынимаются из кипящей воды. Такая вот, как вилы, а не как вилы, эти вилочки. Может быть холодным морожием, будьте аккуратны. Так. И вот мы смотрим заодно, да, что бы нам еще поделать, чтобы наша тарелка не была перекошена. Вот этот заборчик надо будет проследить очень хорошо. Так. Сейчас глоточек кофейка и идем дальше. Так, шкребанем. Понимаете, да, что такое лезвие? Это рисунок внутри живописи, который мы себе обозначаем, какой объем здесь идет, куда что заходит, где кратерчик, где носик, где череночек соединяется с ягодкой. И себе вот так подсказываем. Здесь подсказывали и так и оставили, а здесь уже нельзя этого делать, потому что мы же уже рисуем по живописному слою. И здесь делаем, кратерчик в эту сторону сделаем. Себе путь света показываем этим лезвиком, путь света. Так, лезвийка отложили. Теперь, теперь, кадмикрасный, давайте полутончик. Мазочки хорошенькие, давайте у первого плодика. Теперь, кадмикрасный, белилка. Даже если мы закроем всю шкрябочку, ничего страшного. Но если чуть-чуть останется, то людям будет интересно мелочевку посмотреть, графическую. Мазочки лучше ставить в разные стороны. Тогда, получается, мы как будто бы трогаем этот плод. Ну, или ягодку. Так, блячок. Кусочек белил. Так. Есть. Можем толщинку блюдца, ну не блюдца, а это тарелка хорошая такая, серьезная, фамильная. Можем пройтись вот здесь, чтобы она все-таки была хорошим основанием для того, чтобы на ней происходило какое-то действие. Чистое белило. Так, выстраиваем, выстраиваем хороший, аккуратненький, где-то 5-миллиметровый бортик. Так, щербинку убираем, нам не нужна разбитая тарелка. И видите, поперек, лучше поперек действовать. Чуть потемнее кобальт-фиолетовый арарат. И вот здесь вот, смотрите, тоже до ножа добираемся. Кобальт-фиолетовый арарат разбили, чтобы не было, что разрезана тарелка этими фражерами. Смотрим издалека, чтобы она была прелестная такая. Это линия главная. Давайте поиграемся немного. Давайте кобальт-зеленый, кобальт-фиолетовый. Поиграемся в сторону цвета нашей... Сейчас вам скажу, она называется... Я возьму побольше кисточку. Она лентой называется. Мы называем это лентой. Там, где обычно цвет и узор. Там, где люди держатся всегда за тарелочку. И там, где какая-то информация идет о тарелке, какая-то цветовая территория. Здесь в данном случае очень красивый цвет. Не голубой, а такой фиолетовый с зеленым. Давайте потрогаем. Потому что мы добавляем предметов в виде ягодок. И тогда и тарелка хочет быть чуть-чуть более яркой. Тоже мазочки. Не делаем никаких раскрашиваний. Вот такие небольшие мазочки в разные стороны. И вам посматриваем на всю картину. Вам вся картина скажет, когда остановиться. с навьючиванием вот этих холодных мазочков. Вокруг этих ягодок гуляем немного холодненьким. Вот так. И двигаемся сюда, к вилке. Небольшими холодненькими мазочками. И они даже могут служить и патиной на наших ягодах. Так, вот видите, она более устойчивая стала. А то она была немного, как сказать, как бумажная. А мы ее должны сделать фарфор. Старинный фарфор. И вовремя остановиться было бы тоже неплохо. Так вот, смотрим, смотрим. Так, хорошо. Спасибо. Давайте намесим кобальт, фиолетовый кобальт, зеленый. И немножко белил туда возьмем. Сейчас, вот смотрите, нам всегда надо вот так. Раз, два, три. Понемножку, чтобы чистенькие горки белил нам были. О, смотрим. Чтобы сделать теневую часть ленты не такую светлую. Давайте вот здесь за вилкой будет теневая часть. Ох, угадали цвет четко. И вот здесь, смотрите, здесь не должно быть такой черноты. Давайте подправим ее. Внутри тоже не должно быть такой черноты. Теневая часть ленты. Вот здесь тоже парочку мазочков. Вот здесь тоже хоп, хоп, хоп. Помним, что свет мы пишем теми же красками, только с белилом. А тень мы пишем кобальт, фиолетовый кобальт, зеленый без белил. Можно немножко добавить, чтобы увидеть какой это цвет будет. Вот здесь вот, кстати, можно подкрасться больше к ножику, чтобы он в правильном направлении лежал. Ни в коем случае фражи не должны разъезжаться. Они чуть-чуть должны, чуть-чуть съезжаться в сторону, как типа уходит горизонт. Перспектива, горизонт, извините. Хорошо. И смотрим, где еще можно добавить этого синенького. Видите, когда синенькое добавляем, оно как-то оживляет немного. И можно и на бумаге синенького дать чуть-чуть парочку мазочков. Ну а теперь, конечно, хочется после того, как мы это сделали. Ох, сейчас скажу, вот что хочется, да. Пусть будет сначала просто мазок. А мы потом посмотрим, захотим ли мы его куда-то развить в каком-то направлении. Пока, конечно, надо его придушить немножко. Как говорил наш друг, любимый наш арт-менеджер Игорь Метелицын, он говорит, так, никогда не старайтесь так, чтобы вас стало жалко. Начнете стараться. Зритель может, как вам сказать, разочароваться у вас. Лучше некоторая доля, чтобы была... Хорошее слово есть, но я его не скажу в эфире. Как спустя рукава, вот так. Так. И вообще, мы верующие люди, не должны материться, правильно? Так. Ну что, продолжим наши ягодки. Но ягодки без патины, ну они скучноваты. Поэтому давайте охра светлая белила. Помним всегда, что нам надо обязательно завернуть полутон закругляющий. Давайте. Конечно, он красиво заворачивает, когда он на темном фоне ягодка. Но на свет он тоже можем. Знаете, просто охру светлую, но потемнее чуть-чуть, брат. Охра светлая белила. На месте полутона закругляющего идет заворачивание шара ягодки. Поперек вот так, поперек. И посмотрите, какое оно создает красивую такую, знаете... Как сказать, что шар здесь не заканчивается, он заворачивается туда. Еще давайте следующую ягодку делаем. Лучше в один день делать написание тени, света, полутона, ягодки. Потому что пока мокрые мазочки, они могут чуть-чуть ездить друг в друга. Многие студенты просят подключить к нашему блейтен соксу еще и льняное масло. Вы можете это делать только уже тогда, когда вы выучили нашу технику. А потом уже дальше, когда вы начали развиваться уже по-своему, вы можете интерпретацию вводить в свою. Но пока пишем только на домарном лаке. Вы понимаете, если вы начнете применять льняное масло, вы заблудитесь. Вы будете ездить. А, вы будете иметь право на ошибку. Вот что вы будете иметь. А нам нельзя это позволять. У нас нет права на ошибки. У нас каждый мазочек должен быть правильным. А так вы себе скажете, да я потом, оно у меня мокрое, я потом поездю, здесь опять перепишу, здесь допишу, здесь переправлю. И все, вы теряете, как сказать, ответственность за красочный слой. А у вас сейчас ответственность. Мазочки поставить правильно. До такой степени, чтобы захотелось эту ягодку взять и попробовать на вкус. Кстати, Вова, мы просили Лену для права, чтобы она показала, как она свои сделала, свой боярышник. Ну вот она сейчас не может нам показать. Давай что-то одно сделаем. Ну, давай. Понятно. Мы обязательно вам покажем, как Леночка свой боярышник сделала. Она, конечно, по-другому, вообще по-другому осознает ягоды, фрукты. Они у нее должны быть обязательно волшебные. А волшебные, это значит вкусные. Сразу вкус рисует, дотрагивание до языка, понимаете? Мы с вами всегда понимаем, что из пяти чувств мы выбираем то чувство, которым мы больше всего пользуемся. Ну, давайте, обоняние у нас, чем мы пользуемся? Вот я, Ильичева Елена, чем пользуюсь, когда я рисую ягодку? Я нюхаю ее и запах ее рисую. Обоняние у меня очень важно. И вот я и могу вот так вот, вот так понюхать и все. И у меня уже энергия этих ягодок сюда пойдет. Теперь вкус. Рисую ли я вкус? Нет, конечно, не рисую вкус. Запах рисую, вкус нет. Слух. Музыка звучит? Не звучит, поэтому мне нужна музыка, Вова. Где моя музыка любимая? Музыка мне помогает, кстати, да. Но больше всего я пользуюсь наряду с обонянием, осязанием. То есть я трогаю эту ягодку. Я смотрю, она вот, насколько она пушистая, насколько она глянцевая, насколько к язычку можно дотронуться. И вот, когда я ее рисую, я как будто ее трогаю, ну, языком или кончиком пальца. Так. А вот здесь у нее мордочка такая. То есть мы все по-разному воспринимаем мир. Леночка Ля-Право, она сильнейшая, сильнейший визуализатор... Сильнейший визуализатор... Того материала, из которого состоит предмет. Ну, это называется материальность предмета. Но это так звучит, знаете, слишком научно, да, материальность предмета. Она, вот, если это серебряная ложка, у нее она будет прям дзынь, звенеть серебром. Так. Если это абрикосы ее, да, такие, с пушком прямо чувствуется, как они сейчас чуть-чуть и сок брызнет с этих абрикос. То есть для еды прям съесть их хочется. То есть она обманывает зрителя своим умением сделать материальность того или иного предмета. И вот мы обязательно сейчас скоро вам покажем, как Лена сделала эти ягодки. И у нас уже тоже темновато. Будем на сегодня заканчивать, а завтра продолжим. Давайте подумаем, что мы, как мы продолжим. Сейчас я вам нарисую ветку эту, да. Давайте нарисуем ветку. Марс. О, вот так кину ветку. Смотрите. Кину вот так. Мы завтра ее шкребанем с вами. О, перечеркнем немного. Вот сюда же кинули ветку. И посмотрите, как они в шахматном порядке ложатся. И они, вот давайте, вот пошла, да. Вот череночек пошел. Так, это все марсиком надо делать. Вот череночек пошел. Так. Сейчас вот такой вот крестик нарисуем. Вот череночек пошел. Они же переплетены здесь. Ну вот. Сейчас мы с вами. Ну да, уже все. Сейчас будем завершать. Так. Возможно, потом еще дадим еще череночки, от которых отпали уже, видишь, эти ягодки. Листики. Можно пару листиков сделать. Так. Ну что, на сегодня, наверное, все. Завтра продолжим. Давайте будем сегодня очень аккуратны, чтобы не истерзать эту работу своей информацией. Все-таки самые главные – это вот эти ягоды боярышника. Поэтому давайте им уделим особое внимание. Так. И остановимся на некоторой, как вам сказать, такой вот утонченной незаконченности. Где-то размазано, где-то четко прописано, где-то акварельность, где-то пастос, где-то потеки вот эти, да, из состояния природы, допустим, поздняя осень. Так. Где-то звон серебра чувствуется. И вот давайте сейчас тоненькой кисточкой троечка круглая. Всегда покупайте троечку. Двоечка, она очень быстро стирается. Троечка кругленькая отлично делает тонкие полосочки. Нам надо сделать усики. Посмотрите, усики какие. Они не распластаны вот так в стороны, а они как граммофончиком идут вперед. Поэтому если кто-то, какая-то ягодка в профиль, то ей можно тончайшие усики дать вверх, как продолжение завязи. Вот эта завязь, да, называется там, где... Вот эти листики еще. Вот они, смотрите. Вот они. Можно полосочками. Ну, кто хочет, длинненькими треугольничками. Так, вот эти у нас вниз идут. Но, может быть, там тоже выглядывает немножко усиков. Да еще и вот кто выглядывает. Смотрите, падающая. Давайте падающая. Это уже кобальт-фиолетовый арарат. Так, хорошо. Вот у этой тоже сделаем падающую. Небольшую, чтобы она не скатилась. И очень важно, прям сейчас, надо сказать себе, работа уже закончена почти на 100%. И вот только маленькими такими уточнениями, что ли, да, можно еще больше заставить людей, как сказать, обратить внимание на эту ягоду. Так, хотите, немножко в крышечку лака налейте, чтобы вам было удобно делать усики. Ну, усики, давайте назовем их усиками. Смотрите, чтобы они были все-таки листиками, а не этими граблями, так. Поэтому очень тоненькие. Вот, смотрите, да? Намек. Раз, два. Держитесь за мизинчик. Вот. Осознавайте, осознавайте, как заканчивается граммофончик. Вот, конечно, здесь на переднем плане будет. Вот, знаете, когда два усика, это красиво, но когда уже три, это уже, в украинском есть слово занадто, занадто, больше, чем надо. Поэтому спокойно. Посмотрите, раз, усик, и второй немножко раз. Здесь тоже так выглядывает листик один. То есть мы им как бы как портреты заканчиваем. Знаете, когда бровки, там, надбровные дуги, да, там, край ресничный, да, мы у глаза заканчиваем. Также у ягодок мы намекаем на то, что они видят, что происходит. Так, смотрим еще. Ну, вот у этого еще можно намекнуть. Хвостики также. Хвостики, но хвостики, знаете, чем? Давайте марсиком. Хвостики коричневенькие здесь, видите, такие. И вот хвостики нам дадут смотрите, как лежит ягодка. Не забывайте, что хвостик напротив дырочки, напротив завязи находится. И вот, посмотрите, да, вот если что-то вот так. Если у какой-то ягодки нет светотини, можете немножко. Вот эти две ягодки еще надо нарисовать. Сейчас нарисуем. Можете немножко намекнуть на блик лезвиком. Так, ну, хорошо. Давайте вот здесь вот, смотрите, череночек и вот так. И вот так немножко свет в кратерчике. Да и сам череночек можно. То есть по мелочевочке вот так вот пройтись лезвиком и тоненькой кисточкой. И уже хорошо. Вот. теперь быстренько дописываем еще несколько ягодок и на этом заканчиваем. Смотрите, не хотим ли мы немножко увеличить груду ягодок к этой записочке? Давайте подумаем. Давайте попробуем. Попробуем. кадный красный кроплачок. Они там маленькие должны быть. Такой, знаете, какой кисточкой? Сейчас я вам скажу. Фресковой. Фресковая кисточка, она идет по поверхности красочного слоя и она, как сказать, не нахальничает. Давайте сразу будем. светотень делать ягодке. Так, и смотрим, чем она к нам повернута. Носиком или череночком. Не забываем, что чем дальше ягодка, тем она меньше и чем дальше ягодка, тем она больше закрыта другими ягодками. Еще давайте попробуем одну. можно некоторую асимметрию сделать. Так, сразу смотрим, боком она лежит или на нас смотрит. сравните, какие здесь большие, какие там маленькие. И сразу есть светотеньку маленькую. Вот лучше не бывает заканчивать работу фресковой кисточкой. то есть еле-еле дотрагиваться до написанного красочного слоя, но уважать этот красочный слой. Вот так скажем. Так, ну что, смотрим, в какую сторону нам сделать пластику развития. Давайте вот так крутанем. Давайте еще кадми красный кроплачок. Сюда положим ягодку одну. Она будет закрыта предыдущей ягодкой. КОНЕЦ Видите, я аж перемолкала, потому что там очень как это надо внимательно пройтись по этим ягодкам, которые соединяют записочку с тарелкой. Давайте охру введем немного. Охра светлая. КОНЕЦ 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 Охрочки чуть-чуть ввожу, чтобы кадмий красный не бушевал на заднем плане, хорошо? Пусть они будут такие тускленькие немножко, там не надо. Сильно. Главное, чтобы вы для себя понимали, где носик, где череночек. Вова, ну посмотри, нормально ввожу туда еще ягодок или не надо? Мне кажется, можно это не делать все-таки сильно маленькие. А, вот Вовочка издалека сказал, что можно их чуть-чуть побольше. Я понимаю, что зачем такие маленькие? Я понимаю, что они дальше и меньше, кажется, но это слишком. Ну, хорошо, слушаемся. Издалека всегда лучше видно. Единственное, прошу вас, к кадмио красному добавьте немножко охрочки и тогда будет как-то такие патиновые ягодки. Они, когда засыхают, они делаются охристые. И это я думаю, что пока хватит, потом посмотрим. Потом можно им там усики добавить. А вот что необходимо, так это падающие. Падающие прямо они в полосочку превратятся, те падающие. Кобальт фиолетовый арарат. Чтобы они не рухнули так оттуда. Вот тоже, вот у этой груды надо падающую сделать. У кого там нет еще падающей, надо утвердиться. Начало падающей очень важно для ягодки. Так, вот у этой нет падающей, смотрите. Ну вот, и, наверное, сейчас уже и будем заканчивать. Единственное, вот две ждут. Сейчас быстренько мы их на переднем плане накидаем. И дальше что делать, когда вы уже думаете, что работа закончена? Вот как бы уже все, красочный слой доволен. И он сказал уже, хватит меня мучить. Я хочу уже вздохнуть. И я хочу уже в такой недосказанности существовать. Вы тогда эту работу вешаете куда-нибудь в другую комнату с боковым освещением. Вот, и оставляете ее в покое. Ходите возле нее. То единственное, что рядом с ней должна стоять палитрочка и кисточка лежать. И вдруг вы, уже находясь в другом состоянии, да, с другой картиной, да, и вы уже всей душой в другой работе, в других размышлениях, вы вдруг увидели непростительную ошибку. Вот, допустим, разные горизонты, да, допустим, вот этот горизонт и этот. Мы должны четко знать по миллиметру, чтобы каждый слом стола был идеален относительно другой стороны. Вот видите, здесь выше чуть-чуть, вот здесь выше чуть-чуть. Значит, что мы делаем? Подправляем. Опускаем на 5 миллиметров. Какую-то непростительную ошибочку увидели, да, на другой территории, другой комнаты. И подошли, подправили. Здесь вот что-то хочется мне посоединять. Ну, Вова просил немножко ярче и светлее сделать записочку, этот рецепт, этот старинный рецепт. Придумали мы, да, что это за записочка? Старинный рецепт наливки, да, или настойки из боярышника, который передается по наслезу, с печаткой, с красивым каллиграфическим почерком. Так. Заканчиваем. Вот эти две. Да, чего это они у нас такие недописанные на переднем плане, правильно? Краплак. Кадми красный. Усики. Череночек. Как они лежат, да, все-таки они лежат в разных направлениях. Падающая тенька. Кубальт фиолетовый. Араратик. Овальчик. Безбелил падающие теньки. И так вы можете работать с любой ягодой, которая вам встречается. Давайте посмотрим, какие нам встречаются ягоды сейчас осенью. Шиповник. Шиповник красивейший. Он, как сказать, такой монументальный куст. Вот когда вы ездите на велосипедике, гуляете по осеннему саду, вы видите, насколько шиповник всегда отличается своей защищенностью, своей монументальностью. Потому что он очень полезная ягода для человека. Источник, сильнейший источник витамина С. И вы можете его собирать только с собой. Берите обязательно ножичек. Лучше секатор. Старые ножницы можно взять. Для того, чтобы не порвать куртку, не поцарапаться. Он очень опасный куст такой. Ну, конечно, такой же и красивый, как опасный. Так, хорошо. Свет у ягодок. Бликадный, красный, белилка. Конечно, можно еще по всем ягодкам пройтись бликовыми точечками. Ну, сейчас я вам покажу, а вы потом себе будете это использовать в любых ягодках. Потому что ягодка без блика очень, ну, как сказать, тусклая и неинтересная. Как сказать, как даже подвялая. А нам же надо, чтобы они были глянцевыми. Ну, и, конечно, вот эти две ягодки очень захотят патины. Охра светлая белила. Патинка. На полутоне закругляющем. Вот. Смотрите. Смотрим. Темнее сделать патинку или светлее? Распушите ее. Вот она, видите, она когда на темном фоне, она очень красиво смотрится. Когда на фоне белил, так себе. Вот. На темном фоне она просто... Знаете, как смотрится, сейчас скажу, как у Шардана, да? У Шардана, у него, в его натюрмортах все предметы, вернее, все ягоды, начиная от слив и заканчивая виноградом, все в таких, как вам сказать, патиновых мазочках. То есть он обязательно ягодку или фрукт он обволакивал свето-воздушной средой. Тогда вот прям можно съесть. Так. Быстренько усики. Вот они. Смотрите, допустим, на нас смотрят. Здесь такой усик пошел. Такой. Больше двух не надо, а то будет, знаете, на паука похож. Два усика достаточно или даже один можно. Череночек можно дать. Вот. Вот. И что еще? Ну, вот вроде бы все сказала по спасению этой картины. И дальше будем тоже идти. У меня есть еще немножко картин, которые стоят, так сказать, не то, что не законченные, а недостаточно красивые. Так. Блички. И будем делать следующие картины тоже. Спасать их от невзрачности. Давайте вот так назовем. Спасаем картины от невзрачности. Блички. Даже тех ягодок, которые далеко, надо поставить в глянцевость. Вот. Вот они. Пройдитесь, пожалуйста, брючками. Вот так. Уточку, да? Вы умеете делать уточку? Кусочек белил оставляем. Белила должны быть свежевыдавлены. Так. Все время набирайте новые. Ой. Вот, видите, неправильно, потому что плохая уборка белил. Давайте выдавим. Не пожалеем. Для бличков. И вот так, смотрите. Раз. Набрали. Видите, у нас такой остренький носик получился. Вот так. И этим остреньким носиком. Вот так. Раз. Даже те ягодки, которые вдали, тоже можно. У тарелки. Бличок. Бличок. Вот у этой, конечно, которая впереди. Королева. Бличок обязательно. Так. У кого тут еще нет бличка, давайте просмотрим. Даже просто как укол иголочки будет хорошо. Или можно за петушку дать. Сразу ягодная гора как загорится. Так это присутствием света. Так. Просмотрите, где еще нет бличка. Чем дальше в тень, тем мельче блички. И вот за петушку вот здесь. За петушечку тоже можно. Вот у кого нет, смотрите. Сейчас. Даже если есть прошкрябанный бличок, нам надо обязательно еще сделать пастозный. Ну, так же, как вот у кого, смотрите, у серебра. Маленькие пастозные точечки. Так. Что-то у нас здесь произошло, наверное, зацепило где-то белелком. Убираем. Убираем. У нас есть лезвийка, если где-то ошибочка. Убираем. 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 И сразу не старайтесь писать огромные, большие картины. Попробуйте 40 на 50 сделать ягодный натюрмортик небольшой. И тогда вы посмотрите, что маленькая работа может тоже принести большое удовольствие и вам, и зрителям. Вот мы прошлись по бричкам и на этом закончим нашу картину. Давайте еще маленькое действие. Кадми красный, это уже поклонение Рембрандту. Кадми красный. Маленькие точечки поставим, как будто бы дышит наш боярышник своим ароматом. Мы же уже говорили, что мы аромат пишем. Вот сюда маленькие точечки, как игольный укол. Так, вот он как будто, знаете, от огня идет. Ну, я это подсмотрела на картине Рембрандта «Эсфиль, Аман и Апоклепет». Так, и вот все время пользуюсь тогда, когда у меня есть желание поднять аромат нарисованного чуть-чуть выше. Я вот такими красненькими точечками, очень мелкими, очень мелкими. Иначе будут божьи коровки летать. Очень мелкие. Кстати, а вот кто у нас чуть-чуть не дописан. Сейчас я его допишу. Попалась одна ягодка на пути. Ну, вот так. Да, где еще? Можно. Вот так. Люди только при близком рассмотрении увидят этот цвет красный, который поднимается вверх. А вы будете точно знать, что эти ягодки пахнут. Аромат ягодок разносится по всему дому. И вот уже спешит повар, чтобы их перемолоть, перетолчить каким-то инструментом. Да, допустим, есть специальные жернова, которые эти ягодки раздушивают. И сделать на всю зиму такой настой аптекарский, который будет спасать хозяев, гостей дома от простуды. И вообще расслаблять перед тем, как, допустим, сесть к ужину, так называемый, как называется, когда пьют перед ужином, аперитив. Да, чтобы разогреть организм к тому, что подастся на стол в долгие зимние вечера. Спасибо. 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 Спасибо.